Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь Стан», том 29, вопрос 4003. «Было ли у вас такое, что близкий вам человек, друг без всякого предупреждения и без явного неудовольствия на вас, друг уезжал и навсегда, а то, может быть, и тайно сбежал, чтобы никогда не встречаться с вами?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Было и не раз. Вот последний случай как раз из этой шкатулки. Со знакомыми братьями Володей Пищиковым и Андреем Смирнягиным с Урала приехал их товарищ, 28 лет от роду, при том уже не первый раз, который тоже пожелал креститься в полное погружение. Они за него ходатайствовали. Если бы не дальность расстояния, то отложили бы еще года на два, чтобы походил в оглашенных. Проверить его, и он бы себя лучше увидел. Но так уж получилось, что в прошлом году его допустили до крещения, а так как он фактически был как бы сирота, то его там ничто не удерживало. Я и предложил ему жить со мной в Барнауле и работать на ремонте квартир с нашими братьями. Так и прошла у него зима. Знания его по всем областям были до ужаса минимальные. И мы занялись с ним и по русскому языку, по литературе и по географии. Он стал учиться печатать. Но зимой случилось на работе, что он сломал плиту. Из пенопласта вроде бы. Его товарищ по работе на него сильно нашумел. И он вдруг явился с работой и засобирался уезжать. Я уговорил его этого не делать. Долго беседовал, мы молились, и он остался. Потом подошло лето, и он поехал помогать приготовить лагерстан к летнему сезону. Ничто не предвещало страшной развязки. Еще 29 августа 2008 года он ездил на мотоцикле с братом Виктором Савченко в село Шарчино. И там они расклеивали наше объявление о встрече в Доме культуры. На снимках он так и остался, как на столбе вывешивает наше объявление и улыбается. Обратно ехал и пел духовные песни. Он сам по себе человек неконфликтный и послушный, хотя без специальности и бестолковый. Но он выполнял простые работы и выполнял хорошо. Так что добрый помощник был и в огороде, и на кухне, и на рыбалке. Он поправился и налился, как яблочко. На следующий день в субботу одному человеку здесь вдруг было явление. Когда он шел по улице утром и увидел нечто, что он принял за ангела. Мне стало это известно почти сразу же. Я подробно расспросил, и получилась такая картина. И деревья, и свет, и крылья, как было явление Фатимской в Португалии. Так и здесь. Но лица не было видно у этого существа. Я сразу же сказал, что это демон. И научил, что если еще явится, а он обязательно продолжит неустановленный контакт, то перекреститься надо мной и сказать, «Отрекаюсь сатаны и всех дел его, и всей гордыни его, и всех ангелов его. Сгинь прочь, нечистая сила. Ты не имеешь надо мной никакой власти, ибо я искупленное чадо Божие, за которого Иисус Христос пролил свою драгоценную кровь». Так и получилось, что в этот же день это существо явилось во второй раз тому же человеку, который был не один, и дело уже было в комнате, но явился уже в собственном виде, как рисуют чертей. После произнесения сих слов лукавый провалился, стал невидим. Я посоветовал окропить то место святой водой, и где явился в первый раз, и читать «Да воскреснет Бог и живущий под кровом Всевышнего». В воскресенье же, 31 августа, мы отправились в село Шарчино за 25 километров, пять человек на машине. Встреча прошла благословенно. «Когда мы возвратились, то нашего товарища, этого нашего брата, дома не было. Мы подумали, что он на велосипеде уехал на природу отдохнуть, почитать. Иные подумали, что он с детьми играет в теннис. Но вот стало темнеть, а его все не было. И один из наших братьев, Сергей Пупков, который жил с потерявшимся, приносит на семи страницах исповедь исчезнувшего. Он сбежал, прихватив велосипед, который принадлежал брату Игорю Третьякову, живущему в городе. Вот часть письма, которая лежала на столе, где он жил. А жил рядом с тем местом, где было первое явление демона. Письмо. Игнатий Тихонович, мне Бог положил на сердце исповедоваться перед вами, что у меня на сердце. В один момент вы мне предложили переехать на Алтай в поселок Потеряевку, и я согласился, причем очень обрадовался. Во время крещения я обещал Господу Иисусу Христу быть истинным последователем слова Его. Я все время помнил, что после крещения будут искушения. И когда я поехал прощаться на Урал с родными и близкими, то я был уверен, что меня ждет искушение, и попросил молиться за меня. Искушения были. Одна женщина предложила купить мне дом, а родственники говорили, «На кого ты нас оставляешь?» Но по молитвам вашим я благополучно все преодолел. Слава Христу! Но я не ожидал, что дьявол меня искушать будет через братьев. Поездка в Потеряевку была по моей молитве. Я просил у Бога, чтобы Господь меня вразумил и обличил, и сделал меня воином Христовым. Потому я оказался у вас в доме. Сперва ваши наставления и обличения я принимал смиренно и старался исправиться. Потом не бодрствовал в молитве, и сердце мое стало ожесточаться. И я почувствовал обиду на вас. Почему меня это постигло? Было тайнояденье. Я исповедал на исповеди сей грех. Но заглядывая еще глубже в себя, я понял, что возгордился, что не хватает во мне смирения и открытости. А откуда появилась эта гордость? Я незаметно для себя возгордился. И когда вы меня наставляли, я умом понимал, что вы правы, указывая на мои недостатки, на мою тупость. Но плоть начала восставать, не соглашаясь с обличениями. Для избавления от этих грехов я знал, что нужны пост и молитва. Молитва была, но не было настоящего поста. Потому что плоть не давала смиряться. Почему и произошло падение в духовном росте и разлад с Игорем Дубуновым. Хотя перед Игорем я покаялся искренне, просил у него прощения, сделал земной поклон, хотел у вас попросить прощения. Опять же не решился. После конфликта с Игорем я надумал уехать домой. Но думал, если я вернусь домой, что я скажу братьям? Что я скажу родственникам? И у меня был главный вопрос. Останусь ли я в церкви Христовой? «Страх был не оказаться бы вне церкви. После занятий в университете в этот день мы приехали домой, и вы попросили меня сходить в храм и посмотреть температуру. И я пошел. Зашел туда, где мы молились в храме. Повернулся в сторону алтаря и сделал земной поклон. Растянулся по всему полу и зарыдал, громко всхлипывая и прося у Бога прощения за мои грехи. При этом слезы текли градом минут десять. Я так и пролежал в слезах. После этого почувствовал легкость на душе. Посмотрел температуру и вышел из храма. Прежде поблагодарив Господа за покаяние и слезы. На улице перед крыльцом стоял брат Игорь Дыбунов и отец Павел Ермоленко. Я сделал земной поклон и попросил у брата прощения. На что брат подхватил меня с земли с любовью, видя мое искреннее раскаяние. Мы горячо обнялись. В этот момент я почувствовал любовь к брату во Христе. В дальнейшем не попросил прощения у вас сразу. Дальше мне было еще труднее попросить у вас прощения за свой поступок. Увидев, что меня снова грех засасывает, назначил пост и молитву на три дня без еды. И Господь даровал победу над телом, над грехом. Причем я просил у Бога ответа на мои мысли. Нужен ли я на Урале? Спросить вашего совета опять же не решился, понимая, что вы против этой мысли. Мне неохота терять братьев и сестер, общение с ними, включая и вас. Ибо где я найду такого? Ибо где я найду такого наставника? По слову Божьему. Думал, что уехав без вашего благословения, все время обличался, читая Писание. 1 Фессаллоникийцам, 4 глава, 8 стих. «И так непокорный и непокорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего Святого. Простите меня, Христа ради. Я очень благодарен за вашу заботу, наставление, обличение. Все это я складывал в свое сердце. А также прошу прощения и у всех братьев и сестер. Ради Христа случилось то, что вы постоянно говорили. Первое – ропот. Второе – таится. Третье – бегство. Скажу вам, что ропота не было. Всегда обвинял только самого себя. Хотя видом и противился. Единственное, попрошу вас и всех братьев и сестер Барнаульской и Потеряевской общин не оставлять меня без молитвы. 31 августа 2008 года. Смотрите. Книга «Открытый молком». Том 22. Страница. Мне вопрек ставят то, что я уговариваю людей от таких поспешных решений. Но уговаривать – это тоже талант, данный от Бога. Деяние, 21 глава, 14 стих. «Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня». Священное Писание предупреждает каждого, чтобы мы не были летунами с места на место из-за обиды. Экклесиаст, 8 глава, 3 стих. «Не спеши уходить от лица Его и не упорствуй в худом деле, потому что Он, что захочет, все может сделать». Там же 10 глава, 4 стих. «Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки». И хотя Господь знает нашу натуру, Он продолжает трудиться над нашими душами. Что же говорить о нас, если мы все знаем приблизительно? Исайя, 48 глава, 4 стих. «Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный». Притча, 14 глава, 29 стих. «У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Бывает, что с ближними грубо обращаются, и на таких грубых есть предупреждение». Серахова, 34 глава, 32 по 33 стих. «Если есть у тебя раб, то поступай с ним, как с братом, ибо ты будешь нуждаться в нем, как в душе твоей. Если ты будешь обижать его, и он встанет и убежит от тебя, то на какой дороге ты будешь искать его? Над собой нужно трудиться, ибо все, что делаем, делать нужно, как для Господа. Тогда ни на какую работу не будет ропота». Серахова, 45 глава, 8 стих. «Есть между нами такие, есть между ними такие, которые оставили по себе имя для возвещения хвалы их, и есть такие, о которых не осталось памяти, которые исчезли, как будто не существовали, и сделались, сделались, как бы не бывшими, и дети их после них. Всегда было и такое, что от трудящихся для Господа уходили их сотрудники вчерашние, и по-другому не будет нигде, от Господа все сие уже давно предназначено, ибо есть сосуда на доброе дело и на поганое». 2 Тимофея, 1 глава, 15 стих. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». 2 Тимофея, 4 глава, 16 стих. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вмениться им». Там же 4 глава, 10 стих. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». «Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». Филиппийцы, 2 глава, 21 стих. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. И Давид испытал покинутость близкими, а это нужно переносить с благодарностью к Господу». Псалом 30, 12, 14, 16 стих. «От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. «Я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречия многих. Отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою». Псалом 40, 10 стих. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Псалом 54, 14, 15 стих. «Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий. Бог убеждает нас быть верными другу». Притча 27, 10 стих. «Не покидай друга твоего и друга отца твоего». Иеремии 2, 5 стих. «Так, — говорит Господь, — какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились». Беглецам с их надуманными трудностями можно сказать, Иова, 6 глава, 21 стих. «Так и вы теперь ничто увидели страшное и испугались». «Я пока не знаю ни одного случая, кто ушел от нас и стал бы духовнее, чтобы он стал искать горнего более, нежели была, возможно, здесь». Лука, 10 глава, с 30 по 37 стих. «На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым». Притча 18, глава, 25 стих. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным и бывает друг более привязанный, нежели брат». Притча 19, глава, 7 стих. «Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него, гонятся за ними, чтобы поговорить, но и этого нет». Вот как выглядит по житиям святых бедство, бегство малоумных и дерзких. Нет ни одного случая, чтобы бегство решило нерешенные вопросы, и сделало бы беглеца более нужным где-то и более стабильную обстановку создало бы для спасения». Память 17 января, Антоний Великий. «В виде прекрасной женщины, черного страшного отрока, который изменялся светлого, спорил о священном писании». Память 20 января, Ефимий. «Два брата решились бежать из монастыря, но он узнал про то и сказал, дьявол бросил на них узду, и они попали в сеть дьявольскую». 26 января, Иоанн Благослов. «Бес явился в виде воина и плакал, что двое сбежали». 26 марта, Малх. «Ослушался наставника и был пленен варварами. Совершил побег удачно, после этого уже тихо сидел в монастыре, слушался во всем начальство». 27 марта, Иоанн Прозорливый. «В виде женщины бесы не раз говорили ему «Прости нас, Авва, что мы искушали тебя». 29 марта, Иоанн Пустынник. «Являлись в виде отрока, бес обнаружил себя по непотребному слову, принимали вид матери, сестры, слуг, родственников, звали домой». 29 марта, Марк. «Бежать нужно под послушание заповеди». 12 мая, Епифания. Иинок вышел без нужды, без благословения и начал бесноваться. 6 июня Сесой Великий. Аполос ученик его очень хотел рукоположиться, ибо видел во сне, как его дядя епископ возлагал на него руки. Никакие доводы Сесой не действовали, и он ушел. На дороге встретил его бес, ни мужчина, ни женщина, и творил неописуемые пакости. Потом сказал, «Может, я тебе таким понравлюсь», и превратился в красивую женщину, предлагая сотворить с собою грех. Он обнимал его, целовал и говорил, «Ты только слушайся меня, а я тебя сделаю и епископом». 11 июня. Варнава. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, племянника своего. Павел же не хотел этого, говоря, «Для чего мы возьмем с собою трусливого юношу, который ранее оставил нас в Памфилии, не пожелав идти с нами на дело, на которое мы посланы, и, отлучившись от нас, возвратился к своим родным». 12 июня Петр Афонский явился в виде отрока слуги и хотел поцеловать, говоря, «Мы все со слезами ждем тебя дома, там всем будет польза от тебя». 19 июня Паисий Великий. Один инок продавал в городе рукоделие и в дороге повстречался с евреем и беседовал с ним. Еврей доказывал, что Христос ваш не есть обещанный пророками Мессия. И инок по простоте и неразумию сказал, «Может быть и так». Паисий на расстоянии узнал, что инок пал и встретил его как полного вероотступника, отвергшегося благодати крещения. И только по молитве Паисия злой дух вышел из инока в виде черного дыма. 14 июля Еллий Очертил ученику пальцем окружность, ограждение от привидений. 11 августа Феодор и Василий. Дьявол давал совет Феодору бежать с сокровищами. 9 ноября Матрона вовила. В виде красивой женщины, которая давала ласковые советы. «Не причинил бы кто тебе насилие», – говорил бес. Вполне допуская возможность того, что кто-то, кому нужно было добиться своего, чтобы отрок сей сбежал отсюда, могли обратиться за помощью колдуну и навели беса, которого здесь видели за день до побега. А так как в сердце был уже прилог, пожелание, то блудное сердце не приняло в себя демона. Иоанна 13, глава 27 стих. «И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь? Делай скорее». До Барнаула 150 километров. Беглец проехал на похищенном велосипеде, а далее на поезде. Слава Богу, что он доехал, и Бог не допустил похитить его душу дьяволу. Как говорят, враг сносит крышу и вертит на погибель души. Человек же думает, что он сам это творит. Евреям 13, глава 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». 1 Коринфянам 16, глава 16 стих. «Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся». 1 Петра 5, глава 5 стих. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Дезертирам нынче вышла льгота, списывают им предательский побег. Раньше на таких была охота, главное, чтобы выйти к ним на след. Дело общее или пришла война, требуется вместе как бы с копом навалиться и вкусить сполна общую беду в боях, в окопах. И в духовном плане дезертир также ослабеет злым побегом. Общие позиции и сразу столько дыр, быть в единстве Альфа и Омега. Шли на благовестие апостолов полки, трудности лишения, искушения, мошкарой роились вопреки, и случалось, дух смущался чем-то. С Марком некогда сотрудничал, брат Павел, шли на благовестие краюшку пополам, а потом внезапно юноша оставил и разрушил, может, общий план. Что подумал Павел, воздыхая, может, и себя подчас винил? Вместе сели, с усердием пахали. И как же оказался юноша немил? Как же привязался Павел к Марку, как лелеял тоненький росток и таким вдруг отплатил подарком. Вмиг смотался к маменьке утек. Дезертиры прогрызают дыры, рушат цельность нашей обороны. Враг-подельник ухитрился стырить, а вначале же боялся тронуть. Господи, молюсь, спаси и сохрани от предательства в друзьях и в общем деле. Дезертирам колесничные ремни. Расстилаться в унижении стелькой. 1 сентября 2008 год. Игла.